И то, что может иметься в виду под интонацией, я сейчас поясню на примере следующего отрывка. Текст этот написанный человеком безусловно интеллигентным, так никогда не напечатанный в твердом переплете, вышедший посредством некрасивого нью-йоркского принта, но так или иначе передающий то, что некоторые авторы, лишенные чувства вкуса чуть менее чем полос, называют портретом эпохи. На самом деле это не портрет эпохи, это портрет определенного стиля письма, и, опять-таки, повторяю, что у кого-то есть вкус с подобным текстом, но в полной мере может ощутить тот самый стыд, как, скажем, связанное наслаждение автовысказывания. Вот отрывка, которую хочу я зачитать, находится в подкладке под названием «Неудача Люды Казаковой». Речь идет о студентке, которая собирается поступать в театральный вуз. Люда долго колебалась, что и выбрать для чтения наступительных экзаменов. То ли он налог Чацкого, то ли письма Татьяне Канебину. В конце концов, решила читать письма Татьяны. Она думала, что сможет даже выразить ему свою личную боль, и это придаст почтению силы и выразительности. Она не понимала, что уже одно это колебание в выборе было предвестником неудач. Настолько разными по характеру были эти монологи, что быть одинаково готовым читать и то, и другое, значит готовиться действует только рассудком, и не чувствовать, какой материал будет соответствовать твоему характеру, и не угадывать, каким будет твое амплуа в качестве актиза. Сделав выбор только поблизости материала к ее переживаниям, она также не поняла, какая у него невероятная глубина наполненность, как трудно эту бездну человеческого раскрыть даже опытному актеру. Она не знала, что для этого ищется интонация каждого слова, не знала того известного в театральном мире факта, что один большой артист, играя Фердинанда в драме Шиллера «Хавацкую любовь», в словах возмущенного удивления по поводу предложения отца жениться на потаскухе, леди Мильфорд, батюшка, искала интонацию с помощью рояля, выбирая, как выпить каждый слог. И сам характер этого чрезвычайно интеллигентского текста, тот самый привкус, который в нем отражен, привкус того, что так присуще вообще интеллигентскому отечественному дискурсу, это привкус назидательности, на самом деле подсказывает, что именно нужно мыслить под интонацией, но подсказывает так, что нам нужно это знание извлечь. А заключается оно в том, что, в общем, нам хорошо всем известно на опыте. Сколько бы эти самые великие чтицы и артисты не искали соответствующую интонацию, как бы они не колебались, читать ему на Учатского, или, может быть, опять-таки, письмо Татьяны, все всегда это сводится к одному и тому же. Вот это удивительный, поразительный факт, который отмечает нашу, как кто-нибудь сказал бы, некультурность. Действительно, в какой-то момент возникает ощущение, что вся эта огромная работа театральной культуры, я имею в виду классическую культуру театрального декламирования, собственно, декламации, как равная культура, например, музейного типа, представляет собой что-то настолько однородное, что мы просто не можем вникнуть в частности. То есть, то самое, что заставляло этого самого актера искать интонацию под рояль, я полагаю, что речь идет о Юрии Михайловиче, Мирхольдовском актере, который как раз сыграл этого самого Фердинанда в «Коварстве и любви» в 1909 году, это вполне в его духе, то, что заставляло его колебаться между акцентом на том или другом слове, будущее, попав в театральную среду и став достоянием нашего культурного восприятия, делается своих оттенков совершенно неразличимым. Как точно так же для нас очень мало различим, если, конечно, мы не являемся погруженными в это искусство, разнообразные по балеруна. Не случайно это отражено в разного рода иронических комментариях, когда искусство балерины изображается в подсчетнутом, гротеском виде. Оно всегда выглядит одинаково, это одно и то же. Сколько бы в это ни было вложено вкуса, умения, труда, пота, так или иначе, все всегда сминается в неразличимый ком. Мы чувствуем то, что можно назвать стилистикой, и в этот момент большинство из нас делается неинтересно. То есть здесь есть что-то такое глубоко реакционное, отжившее, что нас волнует, раздражает, и в этом смысле показывает, что мы еще чувствительны к этому зову. Но зов звучит так, что, в общем-то, мы не собираемся различать детали, и он нам так же неинтересен, как какая-нибудь нотация престарелого учителя. И раз об этом и написано дальше. Как ни странно, автор этот маленький грязный секрет нам раскрывает. И вот она сидела и обдумывала, где лучше сделать акцент в словах «не знала бы горького мчения», и не угадывала, что тут скрыта такая же трудность, как в простом вопросе Гамлета «быть или не быть», который оказывается настоящим испытанием для многих актеров. Она решила, что сделать акцент на «не знала бы». Это было так же правомерно, как если бы она сделала акцент на «горького» или «мчения». Но дело было в том, что, когда она это читала, каждый из опытных мастеров театрального искусства, слушавших ее на экзамене, сразу представлял, как бы он прочитал это сам, и замечал, как не достает после ее акцентированного «не знала бы» паузы, может быть, поднятия лица или раздумья, а потом уже опусканием головы к письму с другой интонацией, горького мчения, не достает благородной сдержанности. Люда провалилась. И, опять-таки, сегодня культура – это разборчивость, которая требует от нас постановки различных акцентов в классических произведениях. Пусть даже эти произведения нам понятны, пусть мы испытываем к ним, продолжаем испытывать, несмотря на то, что с ними сделан университетский дискурс, подобие уважения, или, по крайней мере, некоторого легкого подобающего трепета. Но, так или иначе, сегодня нам это непонятно, а чувствуем мы совершенно другое. Интонация кроется не там, где мы тщательно подбираем слова, или следим за движением балерины, или где мы пытаемся передать в споре об искусстве ту или иную интонацию. А, напротив, интонация как раз и находится на том уровне, где мы опознаем все это как полнейшую неразличимость. В тот момент, когда мы определяем вот этот самый спор как спор об искусстве, или когда мы определяем всю эту театральную культуру с ее декламацией как что-то, что заставляет нас клевать носом, воспринимая лишь нигнятный гул, на какое слово там акцент не поставь, вот это, по сути, и есть тот самый остаток интонации, который доступен восприятию субъекта. Доступен, как я сказал выше, если не непосредственно, то, по крайней мере, так, что улавливаем мы его быстрее. Так что для того, чтобы вникнуть в эту самую интонацию, которую говорит культурный деятель, или на которую настаивают принимающий экзамен театральном институте, нам нужно определенное усилие. И я настаиваю на том, что усилие это не связано с тем, что мы что-то утратили в культурном наследии. Хотя даже порой Лакаммонда срывался на не совсем приличное обружание, демонстрируя, как слабая была аудитория, подкованная не только в текстах Фрейда, но и, скажем, в каком-то мальерском материале. Лакаммонда действительно это раздражало. Он принадлежал в школе благородных питомцев, которые еще слышали и чувствовали эту разницу, и, главное, для них эта разница не была чем-то таким, что полностью университетским дискурсом и его машиной неразлечимости было захвачено. Поэтому Лакаммонда от своих слушателей иногда подобных нюансов требовал. На самом деле интересно наблюдать, как некоторые, читая пятый семинар Лакана и натыкаясь на передачу у ста Лакана современной французской пьесы, испытывают все рода шок. Мне кажется, что это не лакановский текст. Лакан впадает в такое интеллигентское умирение по поводу каждого нюанса, переданного автором, что, в общем, начинает казаться, что мы читаем кого-то другого. Но на самом деле это тоже Лакан. И, в общем-то, в то время подобная поза еще не была совершенно провальной. Я имею в виду политической, конечно, потому что политикой мы понимаем своего рода не только искусство выговаривания, но и то, что касается терпения слушателей. На самом деле эта политика и есть. Сегодня терпение слушателей исчерпано. Мы не согласны возиться с монологом Татьяны, мы не согласны слышать какую-то уникальную разницу в различного рода заведушках искусства, но это как раз потому, что данный дискурс нами и опознается как интонационно-существенный. В каждом подобном споре, в каждом подобном культурном отрезке и есть та самая интонационность, которая делает для нас познаваемой. Называть это стилем или жанром, на самом деле я полагаю, что как раз таки это и есть то, что можно было бы назвать жанром. Известно, как, скажем, тяжело дается определение жанра научному дискурсу, я имею в виду дискурс негвистический, который тоже, несомненно, в его подходе к языку. И литература является научным, конечно же еще, и научным университетом в полной мере, что и сказывается в тех трудностях, которые он испытывает, когда нужно дать, казалось бы, простейшее определение. Что такое жанр? Что такое реалистический жанр? Что такое стиль, скажем, стиль литературных 70-х? Каждый раз литература ветвь отвечает на творческий вопрос мучительно, преодолевая сопротивление материала, как ему кажется, а на самом-то деле преодолевая сопротивление того, что и остается в качестве сухого остатка в этом материале. На самом деле именно нахайдегеровская интонация, ее понятие ему не нужно, чтобы этот жанр определить. Но поскольку он остается представителем университетского дискурса, а это накладывает на него определенные ограничения, сделать он это не способен. Поэтому сегодня наука жанров находится в том же состоянии, в котором она находилась, скажем, в начале 20-го века в литературно-реческих школах Санкт-Петербурга и филологического факультета. В какой-то степени, я понимаю, что сейчас я могу вырослить некоторый гнев со стороны заинтересованных людей, но в некоторой степени, если вы откроете современную монографию, которая дала определение понятию жанра, вы увидите, что там, в общем-то, со времен литературно-реческих школах Санкт-Петербурга не продвинулись ни на шаг. Жанр определяет и так, и это крутится возле него, как кот возле с миски с горячим молоком, но не получается схватить то самое, что касается именно жанра его жанровости, и не получается именно потому, что университетскому дискурсу не присуще. Ощущение необходимости учитывают то самое измерение стыда акта высказывания, о котором, вообще-то, в дискурсе психоаналитическому, как вы видите, так удобно поставить вопрос. Именно потому, что ни о стыдии, ни о наслаждении они не говорят, поэтому, в общем-то, дальше удовольствие от текста и удовольствие от разных текстов, они не двигаются.